Девушки отдыхают Собирает он пшеницу, чтобы на мельницу везти Там пшеницу перемелят и получится мука А дальше? А дальше ты уже сама Мука – золотая меленка Хозяйке в помощь, семье на радость И это ты все сама? С тобой и золотой меленкой Всегда свежее деревенское мясо Полуфабрикаты, колбасы и деликатесы собственного приготовления Все это вы можете приобрести в магазине домашней еды мясоотделов Ерыгина, 34 В нашей семье все любят готовить Папа главный по салатикам Всем понравится Мама готовит рыбку Будет вкусно Старший брат любит всех удивлять Пальчики оближешь Янта Есть вкусно Всем привет! Это снова программа «Муж на кухне» Передача, в которой мы готовим простые, доступные А главное – очень вкусные блюда Друзья, сегодняшний рецепт, ну, на самом деле, очень простой Очень доступный Мы все любим это гулинарное изделие Это знаменитейшая история и уличной еды, и домашней, и восточной кухни Чебуреки, друзья, вот так, приехали, да? А знаете почему? Потому что рецепт, хоть он и простой, но имеет несколько нюансов И я в последнее время очень полюбил разбираться вот в этих тонкостях И доводить некоторые рецепты до совершенства Вот именно так, что вот ты готовишь, готовишь И каждый раз они эволюционируют, и ты доходишь до, ну, как мне кажется, совершенства Итак, чебуреки Давайте сейчас подумаем, с какими проблемами мы сталкиваемся, когда их готовим Ну, наверное, первое, что приходит в голову Ну, во всяком случае, у меня это было часто Случалась эта проблема Это то, что при жарке, когда мы чебуреки жарим В большом количестве растительного масла раскаленного Они рвутся, лопаются Тесто не выдерживает температуры Трескается и вытекает оттуда весь сок Да, ладно, был бы этот сок Бывает и так, что чебурек кушаешь, а он сухой Значит, сок либо вытек, либо он там и не предполагался Так вот, сегодня мы с вами попробуем сделать идеальные чебуреки Такое тесто сделаем, что оно не будет рваться Я объясню, как это сделать и почему И мы сделаем максимально сочный фарш из говядины Да, из сухого, казалось бы, мяса, да Но мы будем добиваться идеала И давайте начнем с теста Ну, здесь главное правило Первое правило – это качественная мука Она должна быть хорошего помола, высшего сорта Как, например, моя мука «Золотая меленка» Она ведет себя прекрасно в любых операциях на кухне С ней очень удобно замешивать любое тесто И даже вот как сегодняшний вариант У вас все получится, если с вами «Золотая меленка» Итак, друзья, я сейчас насыпаю стакан муки На самом деле для теста нам потребуется гораздо больше Но начнем мы со стакана муки Объясню почему Потому что некоторые говорят, есть такое мнение И, как мне кажется, оно правильное Что идеальное тесто для чебуреков Это не пельменное, как мы с вами привыкли, да? Обычное пресное тесто А тесто заварное Частично, но заварное При заваривании муки в воде Она становится более эластичной Разваривается и, как мне кажется Лучше скрепляется потом при тепловой обработке Давайте проверим Я покажу, как заваривать тесто Итак, мы с вами уже как-то делали это в своей передаче Мы заваривали тесто для профитроли Что, собственно, логично Там иного варианта и не существует Здесь все, в общем-то, почти так же Здесь в сотейнике у меня стакан воды Я добавляю приблизительно столовую ложку растительного масла И щепотку соли Ну, причем такую нормальную, щедрую щепотку Сейчас нам воду, масло и ванной масло нужно довести до кипения То есть она должна закипеть И мы мгновенно стакан Вот этот стакан муки здесь заварим Вот, смотрите, вода закипела Мы смело высыпаем стакан муки Сразу весь Энергично перемешиваем Можно уже даже снимать с плиты Начинаем размешивать Чтобы у нас получилась однородная такая мягкая эластичная масса Выключаем плиту Давайте расскажу вам про роль растительного масла в этом тесте Дело в том, что если мы чуть-чуть его добавляем То тогда с этим тестом удобно работать Оно не прилипает к рукам Тесто становится послушным, эластичным Как вы можете сейчас наблюдать И сейчас нам нужно переложить тесто В какую-то широкую посуду Где мы будем заниматься дальнейшим замесом Я возьму мою любимую глубокую чашку Сотейник нам не понадобится И здесь продолжу Вымешивать тесто Для того, чтобы оно у меня и еще остыло Потому что мы будем вводить одно яйцо В общем-то в обычное тесто для чебуреков Тоже идет одно яйцо Это тоже делается для связки Вы же понимаете, что нам надо сделать Максимально тесто плотным Чтобы оно ни в коем случае не могло порваться Нам важно уберечь сок Который мы сделаем Фарш Остудить тесто нужно до степени Когда у вас будет терпеть палец Вы понимаете же, да Что если мы в горячее тесто введем яйцо Оно у нас моментально свернется И полетит тесто в корзину Потому что оно станет непригодным Для дальнейшего использования Поэтому нужно здесь проявить терпение Чуть-чуть подождать Чтобы тесто остыло И потом спокойно ввести яйцо Итак, пробуем пальцем Вот у меня спокойно палец Терпит температуру теста Берем яйца Здесь, друзья, по количеству Да, я пока добавлю одно яйцо Бывают яйца мельче или крупнее Здесь нужно будет вам сориентироваться Потому что если яйца помельче То нужно будет добавить, конечно же, два Я вот такую лопаточку сменил Вот это самая большая проблема В тесте, в заварном Когда мы вводим яйца Потому что яйца поначалу Очень трудно вмешать туда Упругое тесто сопротивляется Но не нужно этого бояться Действуйте решительно И все у вас получится Вот оно начинает потихонечку разводиться Соединяться с яйцом Его нужно яйцо как бы вот втирать туда И тогда все получится Вот, друзья, вы можете наблюдать Что яйцо совершенно хорошо соединилось с тестом И теперь я буду просто добавлять муку До тех пор, пока консистенция теста Меня не будет устраивать То есть тут можно уже подключать Руку Сейчас тесто еще слишком мягкое У нас должно получиться Такое нормальное, крутое Тесто, как для пельменей Все, я думаю, можно уже перейти на стол Обратите внимание, что если тесто Тесто еще собирает со стола муку То есть к нему мука прилипает Это значит, что можно еще добавлять муки Итак, обратите внимание Вот такая консистенция теста Меня уже устраивает Доводим до однородности И тесто, заварное тесто для чебуреков у нас готово Сейчас мы сделаем небольшую паузу И изо всех сил займемся фаршем для чебуреков А ты знаешь, откуда мука? Вот смотри Это колос Это поле Это едет комбайнер Собирает он пшеницу, чтоб на мельницу везти Там пшеницу перемелят И получится мука А дальше? А дальше ты уже сама Мука, золотая меленка Хозяйке в помощь, семье на радость И это ты все сама? С тобой и золотой меленкой Всегда свежее деревенское мясо Полуфабрикаты, колбасы и деликатесы собственного приготовления Все это вы можете приобрести в магазине домашней еды Мясоотделов Ерыгина, 34 В нашей семье все любят готовить Папа главный по салатикам Всем понравится Мама готовит рыбку Будет вкусно Старший брат любит всех удивлять Пальчики оближешь Янта Есть вкусно Прекрасно, что вы с нами Напоминаю, что сегодня у нас чебуреки Интересный рецепт, на мой взгляд Потому что он имеет некоторые тонкости И мы с вами сегодня пытаемся побороть все те неприятности Которые могут случиться во время приготовления чебуреков То есть мы сейчас с вами занимались тестом И я предложил сделать тесто заварное На мой взгляд, такое тесто не должно рваться и лопаться при обжарке При высокой температуре И не даст вытечь соку А вот что касается сока Откуда он уберется в фарше? Тем более, что у меня сегодня, друзья, фарш говяжий И да, видите, он уже готовый, покупной И тут, наверное, со мной согласитесь, если я скажу, что, наверное, самая большая интрига Когда ты покупаешь фарш в магазине, то из чего он состоит А в некоторых случаях и вообще знать не хочется, что туда положили Но если, конечно, вы не являетесь покупателем в магазине домашней еды мясоделов Можете смело покупать любую продукцию, даже фарш Смотрите, какой он прекрасного цвета Здесь видно, что это мякоть говядины и ничего более И вообще вся продукция в мясоделов изготавливается ограниченными партиями Что гарантирует высокое качество Как и свежее мясо, копченые деликатесы и полуфабрикаты Магазин домашней еды мясоделов очень, друзья, рекомендую Итак, фарш я переложил в глубокую чашку, где я буду его замешивать Теперь давайте поговорим об остальных ингредиентах И мне кажется, что вторым по значимости после мяса Соответственно, после фарша ингредиентом является лук Собственно, частично лук и дает сок для фарша Ну, конечно, за исключением жира, который может содержаться, допустим, в фарше баранины Или в фарше свинины, который вы будете использовать для чебурек Ну, в моем случае это говядина, она нежирная Поэтому нам придется добывать сок еще от других источников, в том числе и из лука И как это сделать? Смотрите, конечно, можно лук пропустить вместе с фаршем через мясорубку Или просто через мясорубку пропустить, чтобы он уже как бы был жидкий, да, как бы дал Но тогда он даст сок, мясо вступит в реакцию с луком и даст сок вместе с мясом Мясо начнет выдавливаться, вода выделяться Я считаю, что это неправильно, поэтому нам нужно сейчас этот сок добыть из лука Каким образом? Мы его сейчас с вами нарубим И что мы сейчас с ним сделаем? Друзья, я возьму лук и посолю Вы догадываетесь, вы понимаете, что когда мы лук посолили, он начнет выделять сок Вот здесь сейчас сам один самостоятельно, без мяса И вот когда этот сок выделится, тогда мы вместе с соком уже выльем и переложим лук к мясу Идем далее Теперь к вопросу о специях Вообще, по идее, чебуреки добавляются минимум То есть это черный перец и, возможно, зира Поскольку это блюдо восточной кухни все-таки Поэтому зира там присутствует повсеместно Я немножко сделаю на свой вкус Тут со специями дело ваше Здесь у меня в ступке семена кориандра, черный перец и немножко тмина Буквально чуть-чуть Я растираю все это дело Можно, кстати, перчик горошком и кориандр, прежде чем размалывать в ступке Можно его слегка на сухой сковородочке поджарить Тогда запах и вкус будет более интенсивный Перекладываем специи Здесь у меня три зубчика чеснока Я люблю, чтобы чебуреки были чуть-чуть островатые Поэтому возьмем два зубчика Один зубчик мы оставим на потом Это будет мой вам сюрприз небольшой В третьей части нашей передачи Также чесночок я мелко порубил, переложил в фарш Возьмем соль Одной щепотки пока будет достаточно Начинаем размешивать И вот сейчас, друзья, очень важный момент Мы начинаем добавлять воду Вот чуть-чуть развели для того, чтобы перемешать специи И вот, смотрите, лучок начинает давать воду Вот так вот отжимаем, чтобы вода пошла тоже туда же в фарш у нас Отдельно от лука И тоже уже теперь перемешиваем С мясом, как вы видите, лука много Это тоже очень хорошо Добавляем еще воды Фарш должен быть как... Именно для чебуреков должен быть жидкий, жидковатый Примерно как, ну, не знаю, сметана, что ли Что-то такое Он должен чуть ли не намазываться Ну и вот, собственно, мы получили с вами готовый фарш Вот такой консистенции Для чебуреков Можно, в принципе, добавить сюда Какую-нибудь рубленую зелень Например, петрушку или кинзу Но это уже на любителя Я сделаю такой вот вариант Без прикрас зеленых Честно говоря, забыл купить петрушку Но я думаю, что ничего страшного в данном случае Главное, что мы с вами разберемся Все-таки, какие же они идеальные чебуреки Итак, у нас фарш готов Тесто готово Нам остается только чебуреки налепить Как это сделать, я расскажу в третьей части нашей передачи Не переключайтесь А ты знаешь, откуда мука? Вот смотри Это колос, это поле Это едет комбайнер Собирает он пшеницу, чтоб на мельницу везти Там пшеницу перемелят И получится мука А дальше? А дальше ты уже сама Мука – золотая меленка Хозяйке в помощь, семье на радость И это ты все сама? С тобой и золотой меленкой Всегда свежее деревенское мясо Полуфабрикаты, колбасы и деликатесы Собственного приготовления Все это вы можете приобрести в магазине домашней еды Мясоотделов Ерыгина 34 В нашей семье все любят готовить Папа главный по салатикам Всем понравится Мама готовит рыбку Будет вкусно Старший брат любит всех удивлять Пальчики оближешь Янта Есть вкусно А наш эксперимент с чебуреками продолжается Напомню, что мы сегодня попробовали сделать заварное тесто для чебуреков То есть на таком тесте будет Таким образом мы хотим избежать того, что чебуреки будут протекать И сделали довольно-таки сочный фарш из говядины И теперь давайте приступим к раскатке Тут, в общем-то, ничего сложного нет Я буду брать небольшие Такие кружочки Отщипывать от теста И буду их раскатывать в лепешечку Не забывайте, когда работаете с заварным тестом Оно очень такое своенравное Не забывайте хорошо подпылять мукой В данном случае вы не навредите ни в коем случае Будущим чебурекам А лишняя мука пойдет только на пользу Раскатываем круглую лепешечку Я не буду делать сильно большие чебуреки Знаете, вот такие, которые продают Везде на улице Это все-таки кухня у нас домашняя Поэтому я думаю, что вот такого размера чебурек Меня вполне устроит И фарш отстаивается Водичка выделяется Поэтому нужно его почаще перемешивать И выкладывать нужно на лепешку на одну сторону Тонким слоем вот так размазывать Вы же понимаете, что чебуреки жарятся быстро В большом количестве растительного масла И жарятся они только с двух сторон Поэтому за вот этот небольшой промежуток времени Они должны приготовиться Фарш должен пожариться Поэтому фарша должен быть вот такой вот тонкий слой Накрываем сверху второй половиной Выдавливаем воздух Воздух, друзья, тоже в данном случае враг Потому что он будет пытаться вырваться наружу И может порвать чебурек Поэтому вот так хорошо нужно придавить И сейчас мы возьмем вот так снизу И завернем место склейки Так, чтобы обезопасить себя Опять же от того, что он у нас расклеится И драгоценный сок вытечет Еще раз придавливаем Теперь мы берем вилочку И уже вот так вот подстрахуемся Защепляем с помощью вилки Вот у нас один чебурек готов Я уже нагреваю в глубокой сковороде Масло растительное Пока оно нагревается Я быстренько раскатаю второй чебурек Повторяем операцию С фаршем Также вот стараюсь к краям Сюда, потому что вот магазинные Чебуреки кушаешь и все ждешь Когда же там мясо, то до мяса дело дойдет И я готов К обжарке первой партии Ну, здесь смотрите, друзья Масло нагревается Видно легкое шевеление Проверяю я Вот очень просто кусочек теста бросаю Оно начинает шипеть Но еще Не совсем интенсивно Дождусь, когда Кипение Степень кипения увеличится И буду выкладывать чебуреки Очень важно масло хорошо раскалить Потому что они Чебуреки должны сразу сверху схватиться Вот Шарик теста уже поплыл в сторонку Это значит, что масло уже Раскалилось В общем-то Неплохо Я беру чебурек И вот он у меня полностью тонет в масле Это значит, что мне не придется его переворачивать Это тоже очень важно Потому что когда будете переворачивать Тоже может повредиться чебурек Так что постарайтесь не пожалеть масло И все, друзья Сейчас мы просто ждем Когда они у нас подрумянятся Что еще хочу сказать Тесто у нас заварное Оно отличается от обычного пельменного тем Что оно получается более хрустящим и воздушным Видите, оно как бы набухает Что тоже очень хорошо И сейчас я, наверное, все-таки переверну Чтобы ускорить процесс Вот если готовить чебуреки Из обычного пельменного пресного теста То вот при переворачивании Как раз вот то тонкий слой теста Который у нас еще сыроват Он как раз бывает так, что он рвется И весь сок устремляется в масло И начинает бурное шипение тут происходить Запахи и все А у нас, смотрите, как все спокойно и мирно проходит Итак, перекладываем чебуреки Ох, они аж поют Они поют прекрасно На салфеточки, чтобы стек лишний жир А пока это происходит Они чуть подсушиваются сверху Я, помните, обещал вам небольшой сюрприз Давайте я вам покажу Прекрасный соус к чебурекам Ну тут сейчас, слава богу, выбор богатый Да, различных соусов Которые можно использовать Для подачи чебуреков Но я все-таки хочу Немножко разнообразить Эту палитру Смотрите, мы приготовим соус С интересным названием Равигот Точнее, ну такую легкую на него реплику Он делается на основе хорошего майонеза Возьмем грамм 100 И теперь нам нужно сделать этот соус Таким острым, ярким С интересным ароматом Итак, соус Равигот Делается также на основе майонеза Но зеленой его основой является трава Которая называется эстрагон Или тархун Он у нас тоже продается в магазинах Он тоже продается на рынке Но вот мне он сегодня не попался Поэтому я сегодня попробую Использовать мяту Зеленую перечную мяту Обычную Возьму такой хороший Стебелек Оторву с него листики И буду вот в ступку Их отрывать И вот в этой ступке Мы будем делать Ну так скажем Что-то похожее на соус песто Знаете, да, такое? Наверняка слышали Песто Песто это от слова пестик То есть это то, что делается с помощью пестика То есть что-то с чем-то измельчается Ну классический песто это Базилик Сок лайма Кедровые орехи Пармезан Все это вместе Размягчается Превращается в такую пасту Итак, здесь у меня свежая мята Здесь у меня один зубчик чеснока Который я оставил И перец чили Друзья, ну как же без него Мы же кушаем чебуреки У нас же сегодня мужская еда Такая Но я думаю, что половинки Перца чили Мне будет достаточно Пожалею я тех, кто будет кушать Сегодняшние чебуреки Возьмем сок половины лимона И вот смотрите, друзья Какая там прелесть И аромат такой Просто сумасшедший Мята, лимон, чеснок Перец чили Теперь нам нужно все это Превратить В такую кашицу Прямо вот так вот растереть Ну и Вот перец Растираешь И перец прям Аж в нос дает Острота А мята все это дело смягчает Более того, скажу, что все-таки Я думаю, будет здорово Если мы не в пюре все это дело превратим А все-таки у нас Будут видны листики Будет просматриваться перец Ну, я думаю, что вот до такой степени Теперь нам необходимо Это дело слегка подкрасить С помощью красного уже сладкого перца Паприки Чтобы у нас получился Красивый Насыщенный цвет И соединяем Все ингредиенты Вместе И у нас получается В меру острый Очень с ярким ароматом Соус Который можно назвать Соусом Равигот Классическим Но только Не с тархуном А с обычной Мятой Мята вообще В сочетании с острым перцем Очень хорошо Идет к мясу К любому К баранине Англичане Даже делают Мятный соус К мясу К стейку И вот Собственно Что у нас получается Сниму Пробуем Это что-то Друзья Это превосходнейшая вещь Это я вам Ну, я не знаю Как мне Еще сказать Чтобы вы мне поверили Это очень вкусно Очень яркий вкус Мне остается только Подать Чебуреки Положить к ним Немножко соуса И Считаю, что Наш сегодняшний Эксперимент С чебуреками Такой Лабораторная работа Я бы это так назвал Готов И давайте Подведем итоги Итак Что мы с вами Сегодня хотели И что получили Мы хотели Сделать Идеальное тесто Для чебуреков Такое Чтобы при Жарке При высокой Температуре Оно не рвалось Не лопалось Не деформировалось Чтобы не вытекал Драгоценный сок Мы этого добились Я считаю, что добились Мы это добились Тем способом Что сделали Тесто Заварное Хоть и частично Но заварное Мы тесто изначально Уже сварили Закрепили Так скажем И второе Что мы хотели Это сделать фарш Из говядины Более сочным Потому что фарш Нежирный Поэтому мы Отдельно Нарубили Лук Посолили И дали Лук выделить Сок Самому И уже потом Добавили Вместе с этим соком Фарш Ну и конечно Мы добавили Побольше воды Около двух стаканов Воды Фарш Чтобы он получился Таким Жидким И чебуреки У нас Тоже получились Сочными Сок никуда не делся Он остался внутри И это прекрасно Что еще дает Заварное тесто Смотрите Они Чебуреки Они такие Пышные получаются Очень хрустящие В отличие от Обычного Пресного теста Как мы делаем Это для пельменей Оно получается Просто таким Ну так скажем Твердым Да Он просто затвердевает И собственно И все И очень часто рвется Поэтому я считаю Что сегодняшняя Наша лабораторная работа По теме Чебуреки Прошла успешно Но Если вы Что-то не запомнили То сегодня вечером На канале Россия 24 в 19.00 Наша передача Повторится Есть варианты И лучшие Слава Богу В данном случае Есть социальные сети И во всех Социальных сетях Наша передача Присутствует Есть официальные группы На сайте Одноклассники Вконтакте И даже на фейсбуке Там вы можете Найти все Наши выпуски Прошлых передач Там вы найдете Пошаговые рецепты И разумеется Там мы с вами Общаемся И можем начать Общаться буквально Сразу после завершения Этой передачи И в течение Всех последующих дней Так что Присоединяйтесь Одноклассники Вконтакте И в фейсбук Ну и я с вами Прощаюсь До следующей недели Придумаю что-нибудь Еще интересное Пока А ты знаешь Откуда мука? Вот смотри Это колос Это поле Это едет комбайнер Собирает он пшеницу Чтоб на мельницу везти Там пшеницу перемелят И получится мука А дальше? А дальше ты уже сама Мука Золотая меленка Хозяйке в помощь Семье на радость И это ты все сама? С тобой И золотой меленкой Всегда свежее деревенское мясо Полуфабрикаты, колбасы И деликатесы Собственного приготовления Все это вы можете приобрести В магазине домашней еды Мясоотделов Ерыгина 34 В нашей семье все любят готовить Папа главный по салатикам Всем понравится Мама готовит рыбку Будет вкусно Старший брат любит всех удивлять Пальчики оближешь Янта Есть вкусно Редактор субтитров А.Семкин